Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Такого музыкального образования не знаком порой даже с азами теории. Такое случается, это нормально. Цель ликбеза простым языком. Познакомить слушателя с основными, минимально необходимыми для работы понятиями. С другой стороны, в процессе я сталкивался с вопросами, которые были любопытны и мне. Самому, профессиональному музыканту, человеку достаточно искушенному в теме. Так что, думаю, многим из вас многое здесь будет интересно и полезно. А начнем мы сегодня с музыки вообще. Что это такое? Ну, очевидно, это что-то, что воспринимается на слух, то есть звук. Любой ли звук можно назвать музыкой? Вопрос скорее философский, однозначного ответа не имеет. С одной стороны, поэтические образы, типа музыка, волн, песня ветра. Ультрасовременные направления, аудиоискусс, использующие природные, бытовые, индустриальные шумы. А с другой стороны, мы, к примеру, знаем такое устойчивое выражение, как «немузыкальные звуки». Издавал крайне немузыкальные звуки. И нам обычно не нужно объяснять, что имеется в виду, все и так понятно. Действительно, история музыки, начавшись, возможно, когда-то, с протяжного крика, удара палкой по дереву, или со случайно завибрировавшей натянутой жилы мамонта. История эта прошла уже немалый путь. И созвучия, которые считались недопустимыми в эпоху раннего, средневековья, во времена григорианских хоралов, воспринимаются сегодня, как вполне обыденная часть музыкального пространства. Строгая, можно сказать, математически выверенная система консонансов, то есть звуков хорошо сочетающихся и диссонансов, звуков конфликтующих, мешающих друг другу, постепенно теряла свой догматизм и к 20 веку превратилась практически в игру без правил. Ну и прекрасно. По мне, так главное, чтобы все не закончилось, как в гениальном фильме Данелия Кинза-Дза. Это был бы печальный финал. Но поскольку наша цель обозначить рамки в контексте совершенно определенных задач, мы в философию углубляться не будем, а дадим условное определение, соответствующее этим задачам. Музыкой мы будем называть звуки, имеющие признаки звуковысотной и или метро-ритмической организации. Вот с этим набором понятий нам точно стоит познакомиться и разобраться. И в следующий раз мы с вами поговорим о звуковысотности. На этом пока.